Руководители и сотрудники филиалов Бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану приняли участие в итоговом совещании по результатам работы службы медико-социальной экспертизы Республики за 2019 и планом на 2020 год. Учитывая весь негативный бэкграунд, связанный с МСЭ, нам эта новость показалась интересной. Вы смотрите проект «Черным по белому» и веду его я, Пашир Абдурахманов. Мероприятие приняли участие представители Пенсионного фонда Республики Дагестан. Мероприятие было посвящено в том числе и до совершенствования совместной деятельности по защите прав инвалидов. Открывая работу совещаний, руководитель Главного бюро МСЭ по Республике Дагестан Шамир Амазанов поблагодарил гостей за внимание и содействие улучшению работы службы. В своем выступлении он остановился на основных результатах, достигнутых за минувший год. Прежде всего, по итогам деятельности службы удалось наладить своевременную и полную выгрузку данных о лицах, признанными инвалидами. Эти системы в рамках достигнутого Главного бюро МСЭ по Республике Дагестан электронного взаимодействия с рядом смежных ведомств позволяют обеспечить контроль и прозрачность за обоснованностью направлений и присвоение статуса инвалида и в последующем за осуществлением реабилитационных мероприятий. Анализируя данные первичного выхода на инвалидность, надо отметить, что все больше лиц пенсионного возраста, то есть пациентов с хроническими заболеваниями, которые существенно ограничивают жизнедеятельность, получают право на положенные им меры социальной поддержки. Вместе с тем, несколько сократилось число инвалидов трудоспособного возраста. Это соответствует структуре инвалидности в целом по стране. Показатель инвалидности в нашей республике заметно ниже, чем в среднем по СКФО, но еще не достигает среднероссийского уровня, подчеркнули компетентные службы. Реформирование службы медико-социальной экспертизы Дагестана и работа ее по новым стандартам были положительно оценены и на уровне руководства страны. Положительная оценка деятельности службы Государственной Думы России была озвучена и на прошедшем совещании. Но проблема в том, что нужно еще много чего сделать для того, чтобы восстановить доверие сограждан. К слову сказать, в службе медико-социальной экспертизы активно применяются выездные формы работы для маломобильных пациентов, а также бережливые технологии для удобства получения госуслуги и сокращения срока вожитания, в некоторых случаях до одного дня. Также было отмечено, что большое внимание специалистами ведомства уделяется вопросу реабилитации инвалидов и возможного возвращения их к полноценной жизни. Для этого каждому инвалиду разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и абилитации. При наличии показаний рекомендуется средство технической реабилитации. Работа в этом направлении совместно с региональным отделением фонда специального страхования также была усилена за минувший год. В качестве примера для сотрудников филиалов бюро на совещании был разобран экспертный случай. Эта ситуация демонстрирующая, как в соответствии с действующим законодательством и при наличии показаний можно содействовать гражданам в реализации их прав на господдержку. При этом Дагестан сэкономил в казне порядка 1 миллиарда рублей после проверочного пересвидетельствования инвалидов. Проверку не смогли пройти в том числе и некоторые сотрудники территориального бюро медико-социальной экспертизы. Об этом главе Республики Владимиру Васильеву доложил руководитель учреждения Шамиль Рамазанов. Во избежание реализации коррупционных схем территориальное бюро заключило соглашение об обмене информации с Республиканским отделением Пенсионного фонда и с Минздравом Дагестана. Все сотрудники учреждения подписывают медико-экспертные дела электронной цифровой подписью, что снижает возможность подделки документов. По итогам совещания отдельным сотрудникам службы МСЭ были вручены благодарности от имени Государственной Думы Российской Федерации и правительства Российской Федерации за высокий профессионализм и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями. Ну а у нас на этом все. Вы смотрели проект Черным по Белому и вел вы я, Башир Адрахманов. Всего доброго.